Математика, она как бы одновременно самая красивая и самая полезная. То есть вроде как красоту математики мы сегодня с вами увидим, а пользу математики увидеть можно только когда ее очень хорошо узнаешь. То есть когда будешь учиться, не знаю, 10-15 лет. Первые понимания каких-то первых основанных на математике результатов, даже самых простых, не знаю, те же функционирования кредитных карт, требует очень серьезного, глубокого в нее проникновения. Но если ты не можешь оценить ее значение, потому что ее не знаешь, то получается замкнутый круг. Вроде как учить не хочется, потому что ты не понимаешь, зачем она нужна, а не понимаешь именно потому, что ты ее не выучил. И вот какой выход из этого замкнутого круга? Мой ответ очень простой. Выход состоит в том, чтобы знакомиться с самыми великими проблемами, которые вообще стояли перед человечеством, не в связи с пользой, а в связи с красотой математики. То есть то, что может увидеть любой из вас. Поднимите руку, кто знает, что такое простое число. Наверное, рук. А остальные половины сейчас узнают. И вот с простыми числами, с тем, что учат в средних классах школы, ну, должны учить, скажем так. Связано уже целый ряд открытых проблем, на которые ответа ни у кого нет. Как не было две с половиной тысячи лет подряд, так и нет. И вот это как бы такая завораживающая, да, завораживающая недостижимость проблем, которые можно просто взять и сформулировать простейшим языком. Вот она, собственно, на самом деле она и должна мотивировать на изучение математики. Она будет мотивировать. Вы будете изучать математику, а потом постепенно погружаться в алгоритмы там какие-нибудь программные, во все, что сегодня математика делает для мира. Сегодня как бы математика – это главный движок для мира. Но главное – это ее красота. Поэтому давайте, собственно, начнем лекцию уже непосредственно про самые знаменитые нерешенные задачи математики. А в конце я вам расскажу, где они все хранятся, вот эти нерешенные проблемы, хранятся в некотором месте, про которое мы тоже не знаем, существует ли оно. Называется Пифагорова комната, но это в самом конце я расскажу. А пока давайте я начну с такого интересного сюжета, который продолжает вроде бы развиваться, хотя, может быть, он уже близок к завершению. Называется «Замощение». Такая визуальная красота. Что значит «замощение»? Ну вот вы видите, вот эта белая плоскость, бесконечная во все стороны. Ну, математик, когда видит доску, он должен сразу видеть, что она бесконечна во все стороны, никаких преград нет нигде, никаких границ тоже нет. Вот, просто бесконечна во все стороны плоскости. Так вот, и спрашивается, какого вида плиточками одинаковыми можно ее аккуратно всю замостить. Ну, и если вы погуляете по каким-нибудь торговым центрам или парке, посмотрите на мостовую, часто видно такая мозаика плиток. Вот как вы идете, и там плитки разной формы. Ну, и вот такое, например, замощение, наверное, известно. Наверное, видел каждый из вас. Есть такая фигура. Как такая фигура называется? Видно отсюда что-нибудь? А, ну, конечно, видно, вон видно, да? Шестиугольник, да? А какой он? Правильный. Правильно, он правильный. Это означает, что у него все стороны равны, и все углы тоже равны. А как вычислить тогда его угол? Кто скажет, чему равен его угол? Можно с места громко сказать. Точную цифру просто, число. 120. Отлично. Так и есть. 120 градусов угол. Ну вот. А 360 градусов, это что такое? Да, это полный, развернутый угол. А 360 на 120 делится или нет? Делится. Получается в ответе 3. Это значит, что если я 3 шестиугольника вот так в одной вершине поместил, то у меня аккуратно весь круг оказался замощен, полностью занят. То есть никакого нет изъяна нигде. Вот у вас 3 плитки, идеально, 3 плитки идеально друг к другу приставляются. Ну и дальше вот эти одинаковые шестиугольники. Кто сказал пчелы? Правильно. Это соты пчелиные. Ну вот в Москве, здесь все-таки ближе к сельской местности, да? Пчел кто-нибудь, наверное, вживую видел. Особенно если кто-то в деревнях живет. И соты тоже кто-нибудь видел вживую. В Москве соты можно увидеть. Ну, как бы, если действительно кто-то прям фанат, ходит по Подмосковью, по ульям, можно увидеть. Но в каких-нибудь очень таких серьезных магазинах бывает пчел, этот пчелиный мед в сотах продается. Но вот кто видел соты, тот понимает, да, что вот так пчелы строят. А почему так пчелы строят? Потому что это, ну, как бы, оптимальное замощение плоскости со всех сторон. Здесь минимально воска тратится ими. Пчелы, удивительным образом, пчелы, ну, оптимизируют свою вот эту структуру, да, своих построений. И это получается как раз замощение шестиугольниками, правильными шестиугольниками. Вот. А вот теперь возникает вопрос. А если я нарисую правильный пятиугольник? Сейчас я попробую. У меня плохо получается это. Пятиугольник плохо поддается рисовке. Правильный пятиугольник. Но кажется, все-таки что-то вот в этом духе. Ну-ка, первый кто-нибудь, кто точно понимает, что правильно высчитал угол, скажите его громко вслух. Пятиугольник плохо поддается рисовке. Сейчас, мне кажется, я слышал правильный, но он был слишком тихий. Нет, вот, по-моему, было сказано, поднимите руку честно, кто сказал сто восемь. Отлично. Значит, угол равен сто восемь градусов. Почему? Потому что что такое пятьсот сорок? Правильно. Это пять углов пятиугольника в сумме. Потому что пятиугольник можно разбить на два треугольника, на три треугольника. И у каждого треугольника, как знают некоторые из вас, может даже все, сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. А значит, у пятиугольника будет трижды 180, то есть 540. Их пять. Пятьсот сорок делится на пять, получается сто восемь. Соответственно, этот угол сто восемь. А теперь вопрос. Триста шестьдесят градусов делится на сто восемь градусов? Нет, не делится. Не делится, а значит, если я попытаюсь пятиугольниками воспользоваться, чтобы замостить плоскость, воспользуюсь пятиугольниками, то, грубо говоря, вот здесь, вот сто восемь, вот еще сто восемь, еще сто восемь. Это сколько будет в сумме? Триста двадцать четыре, да. И вот этот зазор будет равен тридцать шесть градусов. И никакой пятиугольник, ну, то есть ни один правильный пятиугольник я туда не всуну, да, как я не буду стараться. То есть ситуация с замощениями, она на самом деле достаточно сложная. Иногда бывает так, что можно замостить копиями данной фигуры. Вот такие плиточки могут продаваться в магазине для замощения паркета. А такие плиточки в магазине не могут продаваться для замощения паркета, потому что ими замостить паркет невозможно. Но оказывается, что сама задача очень сложная. Если не рассматривать простые случаи, это плитки треугольные и четырехугольные. Причем четырехугольная плитка может быть совершенно любой. Даже вот как называется четырехугольник, который я сейчас нарисовал? Ну, может быть, на самом деле, может быть, это никто не знает. Невыпуклый. Невыпуклый. Это означает, что у него один из углов больше 180 градусов. Ситуация, которую в школе не очень любят оговаривать, вроде углы, они от нуля до 180 измеряются. Но на самом деле в математике знают, что углы измеряются от нуля до 360. И 180 это развернутое, а бывает еще больше, чем он. И вот если в четырехугольнике есть угол, который больше 180 градусов, то такой четырехугольник называется невыпуклым. Я знаю, что остальные три, они будут какие-нибудь достаточно маленькими, да, уже не очень большими, потому что сумма должна быть 360 у любого четырехугольника. Тоже его можно же разбить на два треугольника и посчитать. Вот. Но четырехугольники бывают выпуклые, невыпуклые. И вам задание на дом. Задание на дом. Сейчас я нарисую замощение плоскости треугольной плитки любой, любой формы, абсолютно любой формы. Ну вот, например, вот эта форма, что я с ней делаю? Как бы мне замостить? Я ее раскручиваю на 180 градусов, поворачиваю и прикладываю к ней же сюда. Получается фигура. Кто сказал параллелограмм? Правильно. Получается фигура, которая называется параллелограмм. Это не прямоугольник. Прямоугольник – это когда параллелограмм прямой такой, да? А если косой, то он просто параллелограмм. Он уже не прямоугольник. Ну и параллелограммами вы замостите плоскость без проблем. Правда, вот сюда продвинете дальше такой параллелограмм из двух плиток. Сюда дальше такой параллелограмм из двух плиток. Сюда. Вот. Ну и имея такую полосу, вы можете ее дальше сдвигать направо-налево. Понятно, что получается замощение всей плоскости без изъянов, без пробелов. Задача для всех не очень простая. Задача. Так, а что у нас с красным? Я, наверное, не расписал как-то его, что ли? Так, задача для всех – придумать способ замостить плоскость без изъянов. Плоскость. Ну вот таким четырехугольником, любым вообще, любым. Вот какой вам дадут. Четырехугольная плитка годится. Если вы купите много экземпляров четырехугольной плитки, то вы можете замостить ваш паркет без каких-либо дыр и изъянов. Любой формы. Это простые случаи были. А вот теперь я рассказываю про сложные случаи. Начнем с пятиугольников. Пятиугольники. Вообще вопросы о замощениях, судя по всему, ставились очень давно, потому что в арабских странах периода суперрассвета… Знаете, когда из Италии ездили учиться в арабский мир математики, чтобы приехать потом в Италию и стать профессором? Вот сейчас все наоборот, да? Едут отовсюду куда-то там в эту западную цивилизацию, там какие-то университеты. А было время, когда люди с Западной Европой стремились получить образование на Востоке, в арабском мире. В частности, такой Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи учился в арабском мире. Поднимите руку, кто слышал такую фамилию Фибоначчи. О-о-о, молодцы, молодцы, знаете, да, последовательность чисел Фибоначчи, когда каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. Фибоначчи, 1, 1, ну иногда с нуля начинают, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Они так запрягают медленно, а потом быстро скачут. Ну вот задача про то, с какой скоростью они растут, это отдельная очень интересная задача. А вообще эта серия чисел бесконечная, она проявляется очень много где в природе, в каких-то явлениях, там отношения каких-то длин на растениях, иногда листьев. Вот, ну в общем, вот суть как бы по тому, что записано, ею занимался Леонардо Пизанский, которого прозвали Фибоначчи, и это было 8 веков назад, в начале 13 века. Самое-самое начало возрождения, и он поехал учиться в арабский мир, там, значит, к тому моменту уже Аль-Хорезми, много еще кто. Там была серьезная, там первая обсерватория в истории была создана в арабском мире. То есть там, в общем, центр науки в 13 веке, науки, культуры, все, был там. В остальной части мира происходило непонятно что, по крайней мере, в известной сегодня нам части мира происходило непонятно что с непрерывными войнами, там, выяснением отношений. Вот, а там вот создали, и там, безусловно, да, уже сейчас мы находим кучу всяких сооружений, в которых плоскость замощена так или иначе. Много разных способов замощения, и они, значит, представлены в храмах, в сооружениях каких-то, во дворцах. Ну и вот, в районе начала 20 века, это мы перенеслись, да, мы перенеслись сейчас на много веков уже вперед, тем не менее от нашего момента это 100 лет назад с лишним. Вышла статья, в которой были классифицированы все виды пятиугольников, которыми можно замостить плоскость, на тот момент известные. Ну вот такая там, как бы, ну, например, вот этот пятиугольник не относится, правильный пятиугольник не относится к тем пятиугольникам, которым можно замостить плоскость. Но можно легко придумать пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Например, пятиугольник формы домик. Вот я рисую такой квадрат, а над квадратом крыша, причем неважно какой высоты. Вот такой домик, если я его буду один за другим рисовать, правда, да? У меня получится, что это такое? Кремлевская стена какая-то получилась. Китайская, да? Забор. Все гораздо проще. Это просто забор, да? Да? Какая там кремлевская стена. Ну а с той стороны от забора я могу вот так начать. В смысле не стоя, с верхней. Зубы это! Точно! Это зубы. Зубы какого-нибудь мифического чудовища, да? Вот. Ну вы уже поняли, да, что таким домиком можно замостить плоскость. Потому что полосу я сделал. Как только я сделал полосу, все, задача решена. А полосу можно вверх-вниз двигать. Поэтому бывают пятиугольники вот такие, такие для замощения негодные, а бывают годные. Причем у этого на самом деле его можно еще как бы растягивать в разные стороны. И по-прежнему будет замощение получаться. Вверх-вниз, крышу менять, да, по высоте. Там три параметра, которые можно менять непрерывно. И все время получается пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Ну вот такие вот типы замощений вместе с параметрическим описанием были собраны. Их, кажется, было восемь. Если я не ошибаюсь, восемь штук. И это было где-то 1912 год. А дальше началась интересная история. Буквально через несколько лет, я бы сказал так, 100 лет назад ровно, вышла статья, где новый, девятый вид пятиугольников изобретен, которым тоже можно замостить плоскость, который не входил в предыдущий. Но мало того, к этому девятому виду доказательство прилагалось о том, что больше никаких форм пятиугольника, которым можно замостить плоскость, не существует. Вот вам, пожалуйста, доказательства. Сидите, проверяйте. Ну, вроде как вопрос закрыт. Девять видов пятиугольников есть. Вопрос закрыт 100 лет назад. Проходит 35 лет, по-моему, так. И в 1955 году, тут я с годами могу ошибиться, но неважно. В общем, спустя определенное время, довольно большое, на сцену выходит некоторая женщина, Маржорин Райс, по-моему, так она пишется, мать пятерых детей, между прочим, которая, значит, на досуге уже ближе к пенсии, вдруг взяла и выдумала десятый пятиугольник. И послала письмо в американскую математическую стацию о том, что вот у вас тут статья есть, в которой девять видов пятиугольников, а вот вам десятый. Он же тоже, вот, пожалуйста, вот вам. У него было математическое образование, но она как бы давно когда-то его получила, потом то-се, семья, дети. А потом она, значит, раз, вернулась и выдумала десятый пятиугольник. И предъявила, и в американской статусе сказали, блин, да, а как так, а доказательство-то что? Ну, посмотрели, а в доказательстве ошибка, дыра. Ну, ладно. Американское математическое сообщество... Как это? Такая длинная битва. Маржарин Райс против американского математического сообщества. Американское математическое сообщество публикует доказательства, где ошибка исправлена. Большое спасибо, пишет Маржарин Райс, за нахождение десятого пятиугольника и заодно нахождение ошибки в доказательстве. А вот вам доказательство без ошибки. Проходит несколько лет, она приносит им одиннадцатый пятиугольник. Вот, значит, они повторяют, говорят, блин, опять спасибо вам огромное, ну, что ж такое, ну, на этот раз точно доказательство не имеет дыр. А проходит несколько лет, появляется двенадцатый тоже в исполнении Маржарин Райс. С десятого по четырнадцатый пятиугольник год за годом одна и та же история. Ну, много лет подряд происходит это. Со сцены она сошла в 1985 году, если я не ошибаюсь, причем, возможно, она до сих пор жива. Я не видел информацию, но, по крайней мере, вот последний пятиугольник, который она им предъявила, был четырнадцатый уже. Четырнадцатый тип. Вопрос, да? Нет, это правда. Но детали, например, года. Года я могу называть неправильно, но в интернете вот вся эта история описана, можете найти, Маржарин Райс, пятиугольные замощения и так далее. Все правда. То есть в общих чертах это правда. Детали я могу не помнить. Вот. А дальше происходит следующее. Значит, уже где-то на тринадцатом, четырнадцатом пятиугольнике, ну, они уже не уверены, правильно ли у них доказательства. Поэтому, значит, когда был 1985 год, уже никто не решался утверждать, что этих четырнадцатых пятиугольников это вот полный список. Вообще, ну, как бы никто не утверждал. Маржарин Райс уже не работал, больше никто что-то не делал. Ну, и прошло... Сколько-то лет? Знаете, сколько? Тридцать. Сорок еще вообще не прошло. С тех пор, да? Прошло тридцать лет. И в 2015 году компьютерным перебором создан пятнадцатый пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Там написали сложную систему уравнений и запустили в комп. И в это время уже были очень сильные компы. И родился пятнадцатый вид замощения. В интернете находите. Очень, так сказать, красивая история. Там все пятнадцать замощений вот так перечислены, нарисованы в такой одной таблице. Ну, и в 2017 году выходит статья Мишель Рау «Доказательство того факта, что пятнадцать...» Все, уже больше не будет никогда. Вот строгое доказательство, но уже никто не верит, потому что уже столько раз было это строгое доказательство того, что больше никаких замолчений нет, что уже никто даже не спешит проверять. Тем не менее, статья с этим доказательством опубликована. Ну, и математики к нему относятся так. Ну, типа, как-нибудь на досуге все-таки проверим и поймем. Но оно очень сложное, переборное. Это вот тот случай, когда проверять не хочется, а хочется выдумать настоящее. То есть идея следующая. Сегодня, в 2021 году, ну, уже накануне 2022 года, сегодня мы не знаем, какая настоящая математика стоит за этой задачей. Мы ее не нащупали. Все, что до этого происходило, это кустарные переборы, это какие-то компьютерные программы, какие-то ухищрения. Ну, грубо говоря, это вот работа на коленке. Знаете, что значит сделать что-то на коленке? Не профессионально, не на заводе. Разовую деталь. Нет никакого метода у этой задачи. Он не открыт. А это стопудово, что там будет метод. Вот это что называется? Зуб даю. Вот я не знаю, доживу ли я или нет. Но метод там есть, и когда-нибудь он будет открыт. И когда-нибудь вот этот весь ларек, он, понимаете, откроется, и все станет понятно сразу. Ровно вот столько, ровно по таким причинам. Вот алгебра, которая стоит за этим. Вообще обычно за какими-то красивыми геометрическими задачами стоит какая-то глубочайшая нетривиальная алгебра. Так было за решением уравнений там высоких степеней. Но это когда подрастете, вы будете знать, что это такое. Вот. И здесь тоже, здесь прячется какая-то наука. Мы просто ее не знаем. Вот. На этом этот сюжет, да, этот сюжет я оставляю. Я только хочу сказать, что про шестиугольники мы не знаем почти ничего. То есть известно три только типа шестиугольников, которыми можно замастить плоскость, в том числе и правильный. И больше ничего неизвестно. То есть не доказательство того, что других нет, никаких-то соображений. И это еще все про выпуклые фигуры. Про невыпуклые неизвестно более-менее ничего. Точнее, известно 28 видов пятиугольников невыпуклых, которыми можно замастить плоскость. Но никто даже близко не утверждает, что это полный список. Про шестиугольники вообще даже толком не помню. Ну вот, это то, что можно увидеть своими собственными глазами, понять в пятом классе. И это нерешенная задача, по сути. Мы не знаем, она нам не дается. Это вот такая первая из тех задач, о которых я хотел вам рассказать. Так, ну, сейчас будет вторая. Сейчас будет вторая задача. Она тоже такая, как бы, геометрическая. Задача геометрическая. Вы не утомились, нет еще? Нормально? Продолжаем? Смотрите, тогда мы еще долго поработаем. Задача следующая. Вот у вас есть несколько красок. Ну вот, представим себе, что вот это кисточки. Это не фломастеры, а кисточки. И это черная краска, кисточка черной краской, это синей краской, это зеленой, это красный. Может, еще несколько есть таких. Желтая краска, коричневая, серая. Несколько разных цветов. И вы должны покрасить плоскость всю целиком, но требуется соблюдение некоторого условия. Условие такое. Есть запретное расстояние, например, длина вот этого фломастера моего, вашего, такая, что любые две точки на этом расстоянии должны быть разноцветны. Сейчас повторю еще раз. Смотрите. Задача не просто раскрасить плоскость во сколько-то цветов. Нет, всю плоскость целиком, не до границы, а до бесконечности во все стороны, раскрасить. Нужно, чтобы вот я вот этот фломастер, куда я его не положу, вот сюда положил, там сюда положил, куда-то туда положил. Всегда надо, чтобы противополвали вот эти вот точки, да, его концы. Были разноцветные. Ни одного цвета, ни в коем случае. Ну вот, нужно понять, сколько мне нужно фломастеров. 40 точно достаточно. Точно. На самом деле, давайте начнем с того, что 9 фломастеров будет точно достаточно. А именно я сделаю так. Так, я плоскость разлиную в клеточку, ну как в вашей клетчатой тетради, да, в клетчатой тетради. И вот это будет первый цвет, там черный, например, это второй, красный, это третий, там зеленый, это четвертый, синий, пятый, шестой. Вот номера цветов, 7, 8, 9. А дальше здесь снова будет первый. То есть, вот здесь тоже снова будет первый, здесь будет первый. Понятно, да, что происходит? Я беру такой вот треугольник 3 на 3, квадрат 3 на 3 и 9 квадратиков маленьких заполняю разными цветами с повторяющейся структурой, с полностью повторяющейся структурой. То есть, у меня будет вот так вот, как бы вот это будет один цвет, да, вот это другой. Ну вот смотрите, вот я беру как бы фломастер и пытаюсь куда-то поставить его, но вот тут вот меньше, но я немножко нарисовал, чуть-чуть надо расширить, чуть-чуть сеточку расширить, тогда вот отсюда досюда я дотянуться не могу. То есть, вот от этого к этому фломастер не дотягивается, а внутри он явно, так сказать, явно больше, чем размер вот этой штуки. Поэтому получается, что два противоположных конца вот этого фломастера, где бы я его ни поставил, будут при этом разноцветными. То есть, 9 точно достаточно, а может быть можно меньше? Сейчас, 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 сейчас. Значит, уже известная нам картинка с шестиугольниками, которые мы здесь рисовали, позволяет покрасить плоскость в 7 цветов. Тут ситуация немножко сложнее. Вы еще, вы же таких как бы с 5 по 8 класс в основном. И про квадратные корни еще можете чего-то не знать. А кто-то же знает, совсем маленький, уже знает. Это хорошо. Вот, вот кто знает, может решить задачу. Вот сейчас я покажу, от чего зависит раскраска, которую я буду делать, от некоторого вычисления квадратных корней. Значит, раскраска будет такой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И дальше будет повтор со сдвигом. Вот здесь снова будет седьмой цвет, например. То есть седьмой цвет будет появляться на таком вот, как бы, на расстоянии такого вот изгиба. Изгиба раз, два, три. Вот такого изгиба. И утверждение, которое может доказать каждый знающий, ну, школьную геометрию, скажем так, старших классов, где теорема Пифагора есть, теорема Пифагора, знаешь, узнаешь сегодня вечером в интернете. Теорема Пифагора, очень важная теорема, которая позволяет вычислять в прямоугольном треугольнике длину вот этой стороны по длине вот этих двух сторон. Формула такая, c квадрат равно а квадрат плюс b квадрат. Такая вот есть теорема, теорема Пифагора. Ну и вот есть, соответственно, такая задача доказать, что длина вот этого вот, длина спрямления, спрямления вот такой вот ломаной, будет больше, чем две стороны. То есть я просто здесь немножко их разного размера рисовал, но если бы я их рисовал одного и того же размера, то вот это вот ломаная, вот такая ломаная, вот от первого, от начала до конца, длиннее, чем вот это вот расстояние внутри шестиугольника. Там приводится к ситуации корень из семи больше, чем два. Вот, то есть когда начинаешь расписывать. А значит, значит, такая раскраска правильная, потому что сюда фломастер как бы не достанет, да, здесь можно подгадать так, чтобы шестиугольник был чуть-чуть меньше, чем фломастер, а ломаная чуть больше фломастера. И вот у меня опять отличная раскраска в семь цветов. Семь цветов. Ну давайте подумаем, а может быть вообще хватит двух цветов или трех? Или есть какое-то препятствие серьезное, которое нам не даст это сделать? Что? Три. А два? Два нет, почему? Нужно что-то на основе длины этого фломастера сделать, какую-то вот конструкцию, которая уже очевидно не будет краситься. А? Нет, сейчас мы вот про три поговорим, потом я расскажу про продвижение. Про два. Вот два цвета. Почему недостаточно два цвета? Кто может догадаться? Ну вот у меня фломастер, да? Вот эти два должны быть разного цвета. Что дальше делаем? Центр. Но центр не на таком расстоянии, да? А где центр-то здесь? Возможно, вы это имеете в виду, но в любом случае вот эта картина решает дело. Смотрите, равносторонний треугольник, да? Равносторонний треугольник с длиной стороны в точности равной вот этому запретному расстоянию, да? И тогда вот эти два должны быть разных цветов, но этот тоже не должен ни с тем, ни с другим совпадать. То есть равносторонний треугольник не может быть, вот просто вершины, три вершины равностороннего треугольника уже не могут быть покрашены в два цвета с соблюдением вот этого вот странного условия. Что? Значит, минимум три. Но давайте установим, что и трех будет мало. Теорема. Теорема. Трех цветов недостаточно. Недостаточно. Давайте докажем ее. А как мы доказываем теоремы? Теорема. Нет, есть такой метод, который, но метод рассуждений, который очень в школе, в мое время как бы мы его, даже в обычных школах он изучался, называется рассуждение от противного. Метод рассуждения. То есть предположим, противное это не потому, что оно какое-то неприятное. Противное это противоположное. То есть мы будем проводить рассуждение так. Предположим, что трех цветов достаточно. Тогда и дальше некая цепочка. А в конце цепочки противоречие. Сейчас. Давайте предположим, что трех достаточно. Тогда у любого равностороннего треугольника, очевидно, что все, ну вот у любого равностороннего треугольника, у которого длина стороны вот такая, все три вершины будут разноцветные, правильно? А если я снизу к нему приставлю такой же, то я могу точно сказать цвет вот этой вершины. Да? Потому что один и три уже заняты. Поэтому два. Значит, получается такое удивительное утверждение, что в любом ромбе вот эта фигура называется ромб. Кто слышал слово ромб, поднимите руки. Так вот, в этом ромбе, в котором 60 градусов, вот эти углы и 120, вот эти, всегда противоположные вершины одноцветные. Это мы выводим из-за того, что цветов три. Если бы цветов было не три, то я бы мог здесь четвертый номер поставить. А так я не могу, у меня четвертого нет. Мы предположили, что трех цветов достаточно. Значит, тогда мы знаем следующее утверждение, что если у меня есть ромб, то противоположные вершины должны быть одного цвета. А теперь давайте его поворащаем немножко. Ромб целиком взяли и поворащали. Ровно на такой угол поворащали, чтобы вот это расстояние стало запретным. Понятен аргумент? Да, вот все, уже здесь второе, здесь второе, противоречие. То есть я взял ромб, сюда забил гвоздь, вот сюда забил гвоздь, и взял и начал его вертеть. Ну, я могу его вертеть относительно вот этой вершины, он опишет, вот тут вот опишется такая большая-большая окружность опишется. Ну и понятно, что в конце концов я его поверну на такой угол, чтобы здесь как раз фломастер и стал. Вот такую вот, вот эта вот картинка называется веретено Мозоров, братьев Мозоров. И сама эта картинка уже не красится в три цвета. Уже не красится. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Значит, итак, неизвестное мне количество цветов, которое будет достаточно, самое маленькое, да, оно обладает тем свойством, что оно не меньше, чем 4 и не больше, чем 7. Потому что вот вам 7, а вот вам доказательство, что трех недостаточно. И до 2018 года, до 7 апреля, я почему вот это все подчеркиваю, почему эти две задачи я привел. В обоих задачах продвижение научные в старинных проблемах, которыми могли заниматься античные люди. Древние люди, 2 тысячи, там, 3 тысячи лет назад. В этих проблемах получено продвижение при нашей с вами жизни. Вот сейчас математика, она одновременно, это самая старая на свете наука, которая там под 10 тысяч лет, наверное, насчитывает. И самая молодая и живая, потому что она все время живет. Каждый год мы что-то узнаем новое, что-то совершенно неожиданное про вещи, на которые мы всю жизнь смотрели. Так вот, в 2018 году, 7 апреля, некто Обри Дегрей, Обри Дегрей, сложная фамилия, имя, значит, доказал, что 4 тоже невозможно, входит в противоречие. Он создал картинку. Что? Почему? Его доказательства — это 18 страниц, не очень много. Теорема Ферма Великая доказана на 300 страницах, в которых ничего не понятно. Гипотеза Пуанкаре, доказанная нашим с вами соотечественником Григорием Перельманом, это там в районе 500-ая на страниц текста, в котором нельзя понять ничего, даже если у тебя математическое образование в высочайшей степени. Ну вот, если ты только не специалист конкретно в этой области, то есть есть сложнейшие продвижения. А в данном случае не очень сложная статья всего 18 страниц. И он просто конструирует некую картинку на плоскости, в которой 1585 вершин и в районе 20 тысяч отрезочков. Показывает, как он ее сконструировал, запускает компьютерный перебор некоторый, хитрый. Компьютерный перебор через несколько секунд говорит, что покрасить нельзя. Ну, такое решение типа там наполовину мозгом человека создано, наполовину, а наполовину все-таки применяет компьютерный перебор. Но без мозга он бы не придумал соответствующую схему расположения вот этих точек. Итого мы сегодня знаем, что число цветов достаточное для покраски плоскости, с сохранением условия, что на данном расстоянии они всегда разноцветные. И это число находится вот в этих границах. И больше мы не знаем ничего. Вот так. Задача проще некуда, проще паренной репы сформулировать задачу. А решения у нас нет. И, в общем, тут как бы простор фантазии. Получайте образование, включайтесь. Ну, как бы лучше вначале получить образование, а потом включиться. Так, ну что же, теперь мы перейдем к тем самым простым числам. Сколько сейчас времени? Вы потерпите еще минут 15? Тогда давайте про простые числа. С простыми числами, открытых проблем, нерешенных задач вообще великое множество. Но давайте я дам определение простого числа, потому что, может быть, что кто-то его не помнит, а кто-то и даже не видел никогда. Числа натуральные, перечисляю, да? И буду сейчас спрашивать про каждое число, на что оно делится. На один. Любое делится, правда? На себя тоже любое делится. Но вот если число делится только на себя и на один, то оно называется простое, да. Совершенно верно. Простое число – это число, которое делится только на себя и на единицу. Ну, про один вообще принято не спрашивать, простое или нет, потому что для него один, оно же и само, и единица. Ну, вот два, например, простое, а на что ему еще делиться, да? Больше не на что. Только на себя и на единицу делится. На большее число число меньшее не может делиться. Три тоже простое, потому что на два не делится, а остальные числа мы уже знаем. Четыре простое или нет? Да, оно не простое. В смысле, нет, оно не простое, потому что оно делится на два. А также могу вот так вот, так сделал, да, эратосфен, это то, что я сейчас рисую, называется решето эратосфена. Эратосфен, между прочим, это такой очень крутой чувак, который 17, если я не ошибаюсь, веков назад, в третьем веке нашей эры, померил радиус земли. Вот так вот. Ну, понятно, что тогда корабли космические не бороздили просторы Вселенной, самолеты не летали, на телеге ты далеко не уедешь, и нужно было выдумать что-то сверхгениальное. Во-первых, надо было понять, что она круглая, но на самом деле к тому времени это уже понимали. То, что паруса, у корабля вначале появляются паруса, потом он сам, когда он из-за горизонта шел. Ну, нормальные умные люди уже тогда понимают, что это может быть связано только с кривизной земли. Но вот размер земли оценить, это уже более сложная задача, и ее первый решил эратосфен, он его очень точно оценил, он оценил его в 6000 километров радиус земли, при том, что он 6400. И он провел эксперимент, он замерял поклон тени в разных точках, в Александрии и в Асуане, два города на расстоянии 1000 километров друг от друга, и он замерил размер тени в один и тот же момент, согласовал по времени этот эксперимент, долго-долго на телеге туда ехали, да, там, в общем, это был суперкрутое, как сегодня запустить коллайдер, понимаете, да, тогда вот этот эксперимент провести. И там вот тень была просто визуально другого, другой длины, по мере, при каком искривлении земли это возможно. И получил, что радиус земли примерно равен 6000 километров, что его поразило, конечно, и всех поразило. Вот, так вот этот же эратосфен, он что делал? Он говорит, ну вот это простое, тогда все кратные ему уже не простые. Все кратные двойки называются четные, как вы правильно сказали. Дальше. Тройка простая, значит, все кратные тройки тоже не простые, да? Это 6, это 9, вот у нас новая была 12, дальше будет 15, да, вот здесь стоять. Вот так. Но вот если, например, до этого пятерка не была отмечена, значит, она не кратная ничему предыдущему, то есть не 10, а значит, она простая. Значит, берем пятерку, отмечаем как простое число, а дальше тоже 10, 15, там 20. Ну и так вот мы постепенно, мы на свет Божий выводим простые числа. И про эти простые числа огромное количество загадок, нерешенных задач. Начнем с самой древней нерешенной проблемы математики вообще, самой древней. Сейчас я выпишу простые числа, ну, в некотором количестве. Сейчас попробую не забыть никого. Так, их должно быть 10 до 30, вроде так и есть, да? 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, если не ошибаюсь, 71, 73, по-моему, 79, 87, 90, 90, 90, нет, 93 делится на что? Так, 89 может, нет, или нет, 87 непростое, конечно. 87 делится на 3. Так, 79 я правильно написал, вроде так, да, тут 97. Ну вот, кажется, вот они первые, которые до трехзначных, до трехзначных. Ну, кстати, дальше, дальше я тоже помню, дальше очень интересно, потому что дальше прям, ну, как это сказать, не подряд, но очень много. Вот здесь все четыре числа вот эти простые, 101, 103, 107, 109. Ну и дальше, короче, эта вся история идет, если вы опустите там какой-нибудь интернет-поиск, напишите простые числа в районе одного миллиона, да? И вам выдают, сразу выдадут такую простыню из этих простых чисел. Их будет достаточно много, достаточно много. Но если вы, скажем, наберете в районе миллиарда, то они будут уже реже встречаться, чем в районе миллиона. А если в районе триллиона, то еще реже. Но вот эта как бы частота, с которой они встречаются, она убывает очень медленно. И это была одна из самых грандиозных, великих задач математики – понять, с какой скоростью убывает частота появления простых чисел в натуральном ряду. Первый ошеломляющий успех в этой области получил Павнутий Львович Чебышев в 1852 году. Получил оценки на вот эту вот плотность, с которой встречаются простые числа. А до этого Гаусс предположил нечто. Вот то, что предположил Гаусс, Гаусс доказать не смог, хотя он был гений всех времен и народов. Но это утверждение он не доказал. Потом Чебышев подошел к этому утверждению. Еще через 50 лет его полностью сняли два француза в 1891 году. Асимптотический закон распределения простых чисел. Но он там использует понятие логарифм, поэтому я не буду про это рассказывать, а расскажу про другое. Смотрите. Ну оставим первые, где их вообще очень много. 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73. И здесь целых два блока. Это простые, идущие через одно. То есть простое, четное, простое. Понятно, квадрат два не могут быть, кроме как два-три, потому что четные идут через одно, четные уже все будут непростые. Но каких-то принципиальных запретов к тому, чтобы простые шли через два, не видно. Наука их не знает. Таких запретов. Зато наука в лице компьютера, точнее, компьютер, знает огромное количество вот таких вот чисел, идущих через два простых, которые называются простые близнецы. Так вот, про простые числа мы знаем, что их бесконечное количество, а про простые близнецы мы этого не знаем. Евклид доказал, что простых чисел бесконечно много. Это, кстати, очень красивое рассуждение. Думаю, что где-нибудь в классе восьмом, в девятом, вы его сможете сами даже провести. Тоже от противного. А дальше Евклид предположил, что вот таких пар простых близнецов тоже бесконечное количество. Но, по крайней мере, когда он проверял все дальше и дальше, он не находил места, после чего не остается. То есть время от времени выпадают пары таких вот простых. Если вы заглянете в простые в районе миллиона, наверняка среди 100 или 200 подряды идущих простых чисел в районе миллиона вы встретите некоторое количество таких вот удивительных пар, которые идут прямо на расстоянии 2. На сегодня проблема не решена. Не решена. Никто не знает. Это самая старинная проблема человечества. Примерно 4 век до нашей эры. Тире. Неизвестно. Неизвестно. Может быть, через 500 лет какой-нибудь популяризатор математики будет выступать здесь, в этом здании. И говорит, что уже 3000 лет стоит проблема открытая. Проблема Евклида. Вот уже 3000 лет никто не может ее доказать. Но если, конечно, человек не грохнет себя каким-нибудь ядерным оружием, ничего такого не случится, тогда все откатится-то назад, заново будут выдумывать, что такое простое число, что такое треугольник. Виток пойдет новый. Но будем верить в лучшее, да? Что жизнь продолжится, и математика тоже. Ну вот, но еще есть огромное количество вопросов. Например, некоторые простые. Имеют вид n квадрат плюс 1. Что значит n квадрат плюс 1? n умножить на n плюс 1. Ну, например, 5 – это дважды 2 плюс 1. Правильно? Дальше смотрим. Ну, тут надо четное брать, потому что если взять нечетное, то получится нечетное умножить на нечетное плюс 1 – это будет четное. Поэтому оно не может быть простым. А вот если брать четное, то следующее 4 с 4 плюс 1 – это как раз простое число, число 17. Так. 6 и 6 плюс 1 – тоже простое. Это число 37. А 8 и 8 плюс 1 – непростое, потому что 65 делится на 5. 10 и 10 плюс 1 – простое. 101. Ну и, короче говоря, если запустить компьютер вот по этой формуле n квадрат плюс 1, то будет довольно много простых чисел. Они будут вылезать у вас, вылезать, вылезать, вылезать. И вроде как конца и края им не будет видно. Но никто не знает, никто не знает. Это нерешенная проблема. Бесконечное количество или конечное количество таких простых чисел. Вида n квадрат плюс 1. Мы не знаем этого. А задачи про простые числа – это как бы соль математики всей. Это вот понимаете простые числа, понимаете все. В вашей банковской карте зашито кодирование, шифрование, основанное на простых числах. Просто чтобы вы понимали. Все алгоритмы. Криптовалюта, которая набирает ход в мире. Всякие там биткоины и прочие вещи. Такие вот технологии, компьютерные технологии, они сплошь поголовно связаны с простыми числами. Поэтому если вы занимаетесь простыми числами, вы как бы приобретаете ключ над миром. В каком-то плане, над пониманием этого мира. Простые числа, они в центре всего. Ну и, наверное, завершим мы, я же обещал, Пифагорову комнату. Вот. Что такое Пифагорова комната? А кто такой Пифагор? Когда он жил? До нашей эры. Более точно и я не помню. Типа третий век до нашей эры, наверное. У него было там все есть число, такое высказывание. У него был кружок, они там собирались, обсуждали математику. И вот задача. Пифагорова комната называется. Существует ли такая комната? А что такое комната? Это, ну, как вот, ну, вот эта комната, правильно, да, комната. Прямоугольный параллелепипед, говоря строго научным языком. Ну, а если по-русски говорить, ну, комната, она и есть комната. Заходишь, вот она, вы в комнате, да. У комнаты три стороны, да, есть как бы разной длины. У прямоугольника две, а у вертикальной такой большой объемной комнаты три стороны. Это ширина, длина и высота, правильно. Так вот, пифагорова комната, это когда длина, ширина, высота. Дальше. На каждой вот плоской, как бы, поверхности, например, на полу можно провести диагональ. Диагональ, диагональ пола. Дальше я могу вот там провести диагональ. Диагональ стены, да. У него такая же, как и у пола, у потолка. А вот стены, стены разные бывают. Вот у той стены, у той одинаковая диагональ, а у той, у той, ну, как вообще говоря, разные, да. Диагональ второй стены, диагональ второй стены. И еще есть одна величина. Есть понятие пространственная диагональ. Да, 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 вот того к тому. Вот эта длина из любого, любому померишь, всегда одинаковая, если это действительно прямоугольный параллепипед. Большая диагональ. Сколько здесь чисел? Да. Сколько чисел? Семь. Так вот, Пифагорова комната – это такая комната, в которой все эти числа, все семь чисел натуральные в некоторой системе измерения. То есть вы можете предъявить такую длину, способ измерения длины, что все эти величины будут измеряться натуральными числами. Пифагорова, Пифагоров прямоугольник – это как бы вот эта знаменитая задача про Пифагоровы треугольники или что-то же самое, прямоугольники. Это когда натуральными являются с длинных сторон. Например, 3, 4, 5, знаете такой треугольник? Да, египетский треугольник называется. Старшеклассники его называют, так, учителя здесь есть, правильно? Знаете, как называется этот треугольник? Египетский. Ну, школьники 5-го, 8-го класса не понимают, чем юмор, а учителя отлично понимают. Он встречается в задачах ЕГЭ постоянно. Вот этот египетский треугольник встречается во множестве задач ЕГЭ. Поэтому я придумал ему такое название – египетский треугольник. Это 3, 4, 5. Но есть также, на самом деле, некоторые другие – там 5, 12, 13. Ну, в общем, вот эта задача, она полностью решена еще 3000 лет назад в индусской цивилизации, древних индусов. Даже в Вавилоне, кажется, пользовались этими формулями. В общем, это старинная известная проблема, очень красивая, имеет красивое решение. А про пифагоров кирпич или пифагоровую комнату никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Есть легенда, что если она существует, в ней хранятся все теоремы всех, все доказательства всех теорем. Никто не знает, существует ли она. Известны огромные кирпичи, где все, кроме большой диагонали, целое, а большая диагональ нет. Да? Но он уже давно там, там, наверное, известно. Но это я не знаю. Вот, в общем, есть примеры, когда вот шесть, да, шесть чисел, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все целые, все натуральные. А вот этот получается не целым. Но ни одного примера, ни одного, и доказательства того, что этого не может быть, тоже не существует. Это открытая проблема математики. Ну и, собственно, на этом я и завершаю. Если есть вопросы, можете прямо с места поднимать руку и задавать. Вопросы? Да? Да, лекции в Набережных Челнах будут с некоторой периодичностью два-три месяца один раз примерно я буду приезжать. Вот, то есть где-то в конце февраля или в начале марта мы, ну, короче, с точной датой мы сейчас как раз похимичим за обедом и поймем. Поймем. Вот, так что ждите. И кроме того, если все это коронабредятельно, извините, закончится, то 28-29 апреля будет фестиваль в Татарстане, фестиваль науки, который организует мой очень хороший друг из Казани. И он, значит, планирует, соответственно, на эти два дня, ну и, наверное, я подъеду к вам в один из либо этих дней, либо соседних, то есть где-то в районе самого конца апреля тоже. Вот это как раз про февраль-март мы сейчас будем думать, какая именно дата. А вот в конце апреля, ну, как бы там, можно сказать, наверняка, ну, если даже там, если даже фестиваль он не сможет провести, я думаю, что как хороший момент для приезда, конец апреля мы просто выберем и сделаем. То есть вот еще, как минимум, эти два приезда будут. Так что следите за новостями, но вас, наверное, сюда приведут. Хорошей учебы вам! Спасибо за внимание. Продолжение следует...